Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Элта Ричан. Если вам нравится Эдиты по Геншину, если вам нравится прохождение такого рода, то милости прошу на мой канал. А шестая часть прохождения игры Инмост начинается. Итак, мы только что договорили с рассказчиком. Я не знаю, почему я решила так его назвать. Но, по-моему, это вся его основная функция. И дальше, уже в состоянии бури, если мы выживем, то мы пойдем по сюжету. Так, насколько я помню, мне нужно прийти практически к тому месту, с которого мы начинали. За исключением одного факта, что нам нужно пройти вот через это место, чтобы забраться на дерево. Поэтому мы так и поступим. Интересно, что же нас там ждет. Стало ли скользко. О, качели. Если что, в процессе записи были некоторые сложности. Поэтому некоторые моменты я уже перепрохожу и знаю, куда идти. Но, по большей части, как бы, нет. Почему-то частицы дождя перегрузили мою систему. И из-за этого... Ну, кстати, вот уже начался момент, где я понятия не имею, что делать. И, в общем, из-за этого мне пришлось менять программу для записи только для этой части. Вот сюда, если поставить, она не фиксится. Там эта штука приближается. У нее такие лапищи. Надеюсь, что все хорошо будет. Ты не выйдешь? Ты выйдешь? А! Она вышла. Так, как мне с тобой бороться? Я же не умею сражаться. А если... Сработало. Так. Палка. Как я ее вообще здесь увидел? Ужас. Все. Пока-пока. Ладно. Не буду шутить судьбой. А... Если ты здесь, значит, и он должен быть здесь. Но я не хочу. Что я буду делать? Ого, там грибы на фоне. Огромные грибы. Сумасы. Если я скину этот колокольчик, он мне на пушку. А тогда давления хватит для него, чтобы он табло удалил? Что ты мне сделаешь? Что ты? Ой. Нет. Так. Ну... Либо ты, либо я. Как я понимаю. Извини, конечно, чувак. Я выбрала смерть. А он все еще там. Он здесь. Он там. Он здесь. Он там. Я думаю, что его нужно скинуть, потому что навряд ли он... Это кузнечик? Был кузнечик. Навряд ли он бы дал мне пройти. Там внизу, в его пещере, тоже колокольчики. Так что, скорее всего, он бы достаточно быстро ко мне прибежал. Он весьма шустрый. Есть ли здесь боль? Здесь нет боли. Ну, мы хорошо справились. Всего разок. Померли. И то по моей неосторожности, как и всегда. Что же дальше? Действительно, зачем как-то подводить к переходам? Можно же просто включить следующую часть. И была заперта боль внутри каждого, пока треет искры в землях этих, освещая их. О, рыцарь вроде стал сильнее. Выглядит так, как будто он действительно стал сильнее. И сдались на него. И привыкли к боли, никогда не переставая чувствовать ее. О, Леша, успокойся. О, ему явно было больно. Навсегда были те, кто боролся. Кто искал дорогу из земельных. Мне кажется, что рыцарь стал немножко сильнее. О, он походу атакует этой своей штукой. Которая из него вырывается. Такой же черный, как все эти животные и Алеша. Алеша нам друг. Нам его и беречь. Туда, где нет власти хранителя. Если я не буду смотреть, они уйдут? Нет, не уйдут. Но он правда стал сильнее. И верили они. О, господи, прям в крысу как-то. Неприятно. Не совсем понятно, получила ли я урона, или это просто краски поменялись. Во что же они верили? Кто-нибудь расскажет сказку до конца? Не там, я тут ничего хорошего не говорю. Боже, как выжить! О, боль. Я даже не знаю, кому из нас больше больно. Так, нет, все равно нет управления его скиллами, то есть он тыкает всегда на огонь. Это немножко сложновато. Неприятно, во всяком случае. Но нормально. Даже те, чья душа черная, кто продал ее за свое желание, даже они верили. Но хранитель не отпустит их. О, у него профиль похож на щеночка. Агрессия похожа на псину некрещеную. Стремный он щеночек, однако. Ему нужна боль, которую они множат, и собирают ему. А зачем ему боль? Чтобы свет продолжал литься? А еще сильнее нужна их собственная боль. Да, это все очень похоже на муниципалитет. Что, мужик? О-о-о. Это было очевидно. Ай. Не так уж сильно ты ее ударил. Что там? Куда мы идем? Надо попробовать срубить ту штучку, которая еще с самого начала так сильно мне нравилась. Может быть, я не рассказывала? Но оно, правда, мне нравилось. А сейчас мы даже узнаем, что там. Оно того стоило. Это потрясающе. Разбить? Что можно разбить? Это можно разбить? Ему даже больно стало. А мне-то как больно от того, что я понятия не имела, что эта штука там есть. Но у нас недостаточно прибавилось всего, так что пойдем, может быть, дособираем боль или... Что нам вообще делать? А-а-а! Все, вспомнила. Нам туда, к лисичке наверх. Лисичка наверху чего? Наверху чего-то есть лисичка. Отсюда точно можно пройти. Правильно ли я помню? Да, скорее всего, правильно. Сохранение. Тут был наш друг паук. Я скучаю по нему. Мне бы туда... А я почему-то в другом коридоре. Алеш, скажи дорогу. О-о-о, штука. Может быть, отсюда я смогу пройти. Надеюсь, там нет врагов. О, а там внизу мы боролись с лисичкой с какой-то штукой с огромной маской. Так. Алеш. Алеш. Спасибо, ребята, что вошли в положение, поняли, что я занята и не хочу участвовать во всех ваших стрёмных переговорах. Я лучше пойду к лисичке. А там есть что-то? Вон там, внизу. Так. Уф. Лисичка, конечно, не самый безопасный путь выбирает обычно. Так. Куда нам? Сюда? Ой, там кролики. А как бы мне не на них приземлиться? Может быть, вы ушки-то подвинете? Ребят. Боюсь, что я на вас упаду. Блин. Боже. Извините. Я не могу. Это так печально. Я не хотела. Тут есть достижения за всех кроликов? Надеюсь, что есть. А то это было бы как-то... неоправданной жестокостью. Все, хватит крутить. Боже. И снова. Еще пролезет? Уже пролезет. Уже пролезет. Почему я не могу быть аккуратнее? Так, мне явно туда. Какая ловушка. Тут тоже ловушка, я вижу. Нет, там внизу тоже. Ты че? Не было меня там? В этот момент. Неправда. Она меня не тронула. Разработчики, пофиксите. Че здесь делаю? А-а-а. О, та самая дверь, которую я все хотела толкнуть. С другой стороны. Потому что двери тут открываются. Либо ключами, либо толканием. Третьего не дано. Обычно человеческие двери также открываются и на себя. Если вам показалось, что третьего не дано и в реальном мире, то нет, дано. В этом и суть. Но, грубо говоря, эти двери, которые здесь открываются толканием от себя, с другой стороны должны открываться тян... Тянунием? Тягой. Тягой к себе. Нет, это уже какой-то жанр. В общем, они должны открываться на себя, с другой стороны. Зачем я здесь? О, платформа. Ладушки. Извините. Братцы-кролики. Или кто вы там? Сестрица. Я соболезную в вашей утрате. Я надеюсь, что я не привела сюда пауков. И они все остались там, внизу. Так. Я помню, что нам сюда... Эта штука звучала, как наличие боли где-то рядом. Вопрос на засыпку для людей, которые смотрят. Хотели бы вы, чтобы я отдельно от всего этого собрала как можно больше боли и записала вам, что вообще говорит рассказчик. Смотрите, тут семья котов. Мы путешествуем. Ну, то есть как? Мы раньше жили в доме, но кто-то решил, что мы должны начать путешествовать. И подбросил нас сюда. Теперь мы путешествуем. А вы не родственники того кота, которого я тогда хотела погладить? Спасибо за тот случай. Ну, ты знаешь. А-а-а. Есть тот самый кот. Интересно, если его не спасти, он будет здесь? Не знаю, точно ли я все собрала. Увидим лисичку. А-а. Так, здесь есть выход? Да, здесь есть выход. С ума сойти. А мы сюда не пойдем. И сюда тоже. Мы откроем дверь. Я даже подозреваю, к чему эта дверь. Эта дверь туда, где лифт скончается. Да. Есть ли конец у лифта? Где мы вообще? О-о-о, нет. Это выглядит как конец. Но не лифта. Может быть, пойдем сюда лучше. Ты умрешь? Да, он умер. Детки, суицид это все еще очень плохо. Ладно, давайте тогда посмотрим. Лисичка. Лисичка. Я пришел к тебе. Это киношка? Да. Ты куда? Ах, ты пушистая. Я тут столько всего для тебя прошел. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok